Приветствую всех на канале Gorillaz Channel. Мы продолжаем наш обзор от тактических ручек от компании Smith Wesson. В прошлом выпуске мы говорили о ручке Smith Wesson Tactical Pen, вот об этой модели. Сейчас мы будем говорить о Smith Wesson Military & Police Tactical Pen. Это вторая генерация самой популярной тактической ручки на рынке на данный момент. Компания добавила к названию Military & Police, выпустив ручку увеличенной мощности. Давайте разберемся, насколько она сильно отличается от своего предшественника. В первую очередь это безусловно длина. 15 сантиметров, 15,5 сантиметров у новой модели против 14,5 у прежней. Как мы видим разница существенная. Заявленный вес, впрочем, остался тем же, 39,7 грамм. Материал корпуса все тот же авиационный алюминий, попросту говоря дюраль. Цветовая палитра уже более широка. Исчезли фривольные цвета, синие и золотистые. Появились только уставные цвета. Помимо черного есть серый, оружейно серый и зеленый. Кстати говоря, к слову, серый, серебристый выглядит вот таким образом. Сам корпус у ручки видоизменился. Исчезли продольные долы. Вместо них возникла оружейная накалпка. Вот она вот в этом месте. И вот такие проточки кольцевые в стиле куботана. Это решение позволило... Эта конструкция позволила решить проблему с оскальзыванием руки при использовании ударной части. То есть, уже можно не волноваться на то, что ручка уйдет, собственно, в ваш кулак при нанесении некого удара. По поводу кончика, он, кстати, сохранил свою остроту. Как мы видим, примерно то же самое. Единственная разница, что он стал пулеобразный, а не пикообразный, как на первой модели. Колпачок ручки, в принципе, остался неизменным. Единственное, что он удлинился за счет отверстия для темляка или брелочного кольца. На первой части, собственно, его не было, как мы видим. На навершии колпачка появился логотип Смит Вессон. Вот, собственно, здесь, хотя по-прежнему мы оставляем за собой право говорить о том, что здесь была бы более уместна некая накатка или кольцевые вырезы на то, чтобы можно было более комфортно размещать большой палец. Главное отличие от предыдущей модели, как уже вы успели, наверное, заметить, колпачок стал не отвинчивающимся, а стал обычным насаживающимся. Сидит он крепко и даже крайне крепко. Будьте осторожны при попытке его снять. Вы слышите, с каким щелчком он одевается. Так практически в первое время его снять невозможно. Если вы будете продолжать так дальше, то будьте осторожны. Отдача может быть такой сильной, что рука с колпачком может улететь просто в сторону, опрокинув что-то со стола. Я предлагаю вот такой вам способ открытия ручки. Вы просто берете ее в два кулака, можно так, и просто сжимаете их как можно сильнее. Так вы не разбросаете руки и не дадите в глаз случайно вашему соседу по столу. Решение сделать такой колпачок выглядит, в принципе, весьма спорно. И, на наш взгляд, лучше было бы сохранить его навинчивающимся. Зато в данной модификации вы теперь можете смело надеть его с другой стороны на комнатчик ручки, где он, собственно, тоже сидит весьма плотно. И вам придется таким же образом его снимать обратно. Всего есть свои плюсы и есть свои минусы. Итак, колпачок снят в нашей ручке почти симметрично. В нашей руке почти симметричная конструкция ручки исчезли. Теперь ручку, в принципе, не так удобно держать при письме, как первую конструкцию, поскольку исчезли проточки на пишущей части. Это, собственно, минус. Однако, теперь откручивающуюся головку сделали меньше по длине. Собственно, если здесь она откручивалась, ручка вот в этой части, то здесь она откручивается вот здесь. Это позволило усилить конструкцию. Давайте попробуем развинтить ручку, чтобы увидеть стержень. В данном случае это стержень немецкий Schmitt, который легко может быть заменен на обычный паркеровский по окончанию. Толщина в резьбовой части, замеры показывают здесь 2,5 мм. И потом, прошу обратить ваше внимание, в глубине он увеличивается до 4 мм. Возможно, об этом увеличение мощности и говорили ребята из SmithWesson. Закрутим ручку обратно. Ход резьбы точно такой же длинный, как и на первой модели. Возвращаем. Прошу прощения, не тот колпачок. Возвращаем колпачок обратно. И перед нами теперь SmithWesson Military & Polis в своем первозданном виде. Это вторая генерация, повторюсь, популярной тактической ручки, которая сначала появилась вот в таком виде. Удобнее ли вторая модель, чем первая, решать, собственно, вам, в зависимости от поставленных задач? В любом случае, так же, как и первый выпуск, все ручки Smith & Wesson являются прекрасной заменой подарочному одеколону или дезодоранту. И даже если ваш одариваемый вами человек вовсе не интересуется самообороны. Просто дайте мужчине почувствовать себя мужчиной. У него же ведь в руках, в конце концов, будет SmithWesson. Всем спасибо за внимание. Будем рады видеть вас в нашем магазине gorillas.com.ua. Всего доброго. До свидания.